Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре, так и хочется сказать, игровые наушники уже по привычке, но нет. Это профессиональные аудиофильские наушники для любителей, настоящих ценителей качественной музыки. В них нет встроенного аккумулятора, нет блютуз-датчиков, нет возможности вставить флешку с закачанными треками, нет микрофонов, собственно, нету ничего, кроме хорошего и качественного звука. Актуальную цену я сейчас выведу на экран, так как курс доллара постоянно скачет, и на тот момент, когда вы будете смотреть видео, не знаю, но на сегодня они стоят именно столько. Дисклеймер для долбовиков. Наушники я не покупал, мне их прислали на обзор, скоро буду продавать на Авито, так что успокойтесь. Давайте смотреть. В такой вот синей большой упаковке они находятся. Заводская пленочка, все как я люблю. В этом я разбираюсь в пленочках. Сами наушники называются Harmony Dane, модель Афина. Вот такое красивое у нее название Афина. Серебристыми буквами здесь у нас информация и комплектация. В наушниках находится очень большой керамический 50-мм драйвер. Все остальные характеристики я показал, тут долго считать не буду. Ну и комплектацию мы, естественно, посмотрим. Так, здесь я вижу пломбу. Открывается, как книга, на магнитике, ребят. Деталям уделили много внимания. Смотрите, в обе стороны. Вот так очень круто они выдвигаются. Здесь нас встречает вот такой большой кусок поролона. И смотрите, вот эта медаль, она индивидуально идет для каждой модели и имеет свой серийный номер. Бронзовая, смотрите, имеет свой индивидуальный серийный номер. Афина. Монетка такая тяжеленькая, бронзовая, прикольная. Да? Молодцы. Я, например, очень люблю, когда вот столько внимания уделяют, казалось бы, таким мелочам. Давайте смотреть дальше. По комплектации сначала пройдем. Здесь коробка. Насколько я понимаю, здесь кабель. Да, ну и не только. Есть такой вот фирменный бархатный чехольчик с надписью выгравленный. Есть, конечно же, у нас тут инструкция на китайском и на английском языке. О! Кабель-то какой! Таким кабелем можно где-нибудь на заводах станки подключать. Ребят, вы посмотрите, какой мощный плетеный в матерчатой оплетке кабель. Сами вот эти штырьки металлические, позолоченные, 3,5 мини-джет. Те самые, которые будут вставляться в наушники. Обозначение у нас R, L левый, правый. Здесь, я не знаю, ну это соединительная, в общем-то, какая-то конструкция. Кожаная вот такая защёлочка. Ну и с другого конца кабеля у нас тоже есть 4,3,5 мини-джет, который будет вставляться в ваше устройство. В MP-плеев, либо смартфон, куда угодно. А, ещё смотрите, в комплекте есть переходник с 3,5 мини-джет на 6,2. Вот так накручивается он. И уже вставляете в ваше устройство. Ну, кабель прям мощный. Ну, давайте смотреть на сами наушники. Тоже они тут располагаются в таком мягком-мягком поролоне. Больше ничего нет. Вот когда взял их в руки, я не скажу, что они прям очень тяжёлые, но, по крайней мере, чувствуется, что ты в руках держишь какую-то хорошую, качественную вещь. А не китайскую побрякушку. Это полузакрытые наушники, и я считаю, что это такая золотая середина. Если у нас полностью закрытые наушники, то в них уши потеют. Ну, голова вообще, эта часть, которая закрывает, она потеет. Но преимущество в том, что отсекается звук, и вы ничего не слышите. Вас никто не слышит, и вы никого не слышите. Это хорошо. Есть так называемая пассивная шумоизоляция. Есть открытого типа. Их минус в том, что да, всё вентилируется, всё дышит хорошо, но минус в том, что и вас слышат столько, что вы там слушаете. Ну, и вы, в общем-то, слышите тут посторонние какие-то голоса, шумы, улицы и прочее, в зависимости от того, где вы находитесь. Полузакрытые, я говорю, это как золотая середина. Как раз-таки вроде бы и есть уже пассивная шумоизоляция, но в то же время платить ничего не будет. Вентиляция всё же есть. Вентиляция производится вот за счёт вот этих вот металлических сеточек. Видите, вот они прозрачные. Здесь с этой стороны вот они прям, такая она прям широкая. Даже видно, вот видно прям прозрачность. Вот если приглядеться, то там видно меня насквозь, так скажем. Как я уже и говорил, здесь по портам больно разглядывать нечего. Только единственный вход – 3,5 миниджек. И всё. С боков сами наушники выглядят круглыми. И под таким прозрачным текстолитом. Как стекло. На вид как стекло. Очень круто. Обозначение R. Сами пластиковые, но пластик очень надёжный. Также у нас душка с этой стороны вот глянцевая. Здесь уже матовая. Но шарнир… Ой, какой прочный шарнир. Металлический, конечно же. Смотрите. Всё у нас тут пронумеровано. Всё круто. С фиксирующими. Сам подголовник выполнен из очень такого, очень мягкого, приятного материала. Бархатного. Прям бархат такой приятный. В общем-то, как и сами амбишуры. Нет. Нет, ребята. А амбишурки-то как раз, знаете, я бы так сказал, как под замшу. Под замшу. Это очень круто. Это очень круто в том плане, что не так сильно будет у вас потеть голова. Потому что если у вас кожаные амбишуры, либо ещё хуже, что дермантиновые, у меня были много раз. То есть, очень сильно потеет вот эта вот часть у вас. Прям там текёт всё. То есть, вот эта вот бархатная поверхность течет не будет. Ещё что хочу отметить из плюсов для меня, опять же. Смотрите. Это форма. У них эллипсообразная форма, которая будет повторять анатомию ваших ушей. Не будет у вас молочку придавливать или что-то. Это круто. Это очень хорошо. Ну, вертятся-крутятся они во все стороны. Я имею в виду вот. Видите, вообще на 90 градусов прям. Ну и, соответственно, вот так у них ещё идёт ход. Но чувствуется, что вещь хорошая. Ну и дорогая, понятное дело. Не дешёвая. Давайте оденем. Так. Ну да, 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 да. Полузакрытый тип, но не давит. Очень хорошо. Давайте посмотрите, как они будут выглядеть на мне. Как я в них буду выглядеть, вернее. Ну, массивный. Ну, понятно. 50-миллиметровый керамический драйвер. Душка не давит. Сами не давят. И всё-таки вот это вот, конечно, не дермантин. Я буду прослушивать их на моём единственном смартфоне, который имеет 3,5-миниджек. Кобелина, конечно, такой. Ну да, круто, блин. Вот. Это единственный смартфон, который у меня с 3,5-миниджек. Но более правильно было бы слушать, конечно, чтобы они полностью раскрыли это на какой-нибудь MP3-плеере, ну, специализированном. Ну, давайте хотя бы так попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, готов вынести свой вердикт, так скажем. По умолчанию наушники настроены очень нейтрально. Не пугайтесь, это неплохо. Наоборот, это очень хорошо. Что это значит? То, что их можно очень гибко настроить абсолютно под любой вкус. Можно прибавить низкие частоты, убавить низкие частоты. Прибавить вокал. Ну, опять же, высокие-низкие. Настраиваются очень гибко, и я думаю, каждый сможет настроить их под себя. Да, они сделаны, так скажем, уже под последующую настройку. По умолчанию они не идут нейтрально настроены. То есть, по сути, весь инструментал играет, так скажем, на одной вот параллели. Никакой из инструментов, никакая из частот не доминирует на другой. Не наслаивается на другую, что тоже очень важно. Весь инструмент играет очень разборчиво и чётко. По поводу вокала, что мужское, что женские голоса, тембр, очень хорошо, всё разборчиво слышно. Тут как бы вообще проблем нету. По поводу баса. Бас очень понравился. Я делю бас, так скажем, на две категории. Это когда бас такой хлёсткий и агрессивный, и когда бас бархатный. Я даже не знаю, какой мне больше нравится по настроению. Если, конечно же, я поддал пивка, вдохновился, у меня хорошее настроение. Естественно, как и любого выпившего человека, хочется что-то такое громкое, басистое, чтобы вышибало мозги. Понятно, что да-да-да, конечно, хорошо, чтобы хлёсткий был такой чёткий бас, как кувалый, вот тебе бам-бам. Здесь такого нет. Здесь наоборот, здесь бас бархатный. Тут как раз-таки мозги он не вышибает. Но преимущество бархатного баса... Бархатный бас, его многие называют, но нет, наверное, такого профессионального термина, но неважно, в суть вы понимаете. Я вообще не люблю импортировать вот этими всеми заумными словами. Вериберации, V-образные, АЧХ, ТТХ, ТХ. В общем-то, объясняю всё простым, доступным русским языком. Я уверен, что многие из вас тоже ничего в этом не понимают. Так вот, что такое бархатный бас, который, собственно, здесь и присутствует? Я ещё могу его сравнить с грохотом грома, когда, казалось бы, он, ну, естественно, не вышибает вам мозг, но в то же время вы чувствуете эту мощь, этот объём, когда вот это вот... мурашки по коже, да, от вот этой вот динамики. И вот это здесь как раз-таки есть. Здесь нет вот этого вот... Есть такие наушники, которые очень любят подолбить. Вот. В этих наушниках как раз-таки он мягкий, но он очень объёмный и приятный. С высокими частотами также абсолютно никаких проблем нет. Высоких тут достаточно, предостаточно, я даже сказал. Послушаю я на них металлику, мою любимую композицию. Так и называется, металлика с симфоническим оркестром. Моя самая любимая композиция. Ну, я имею в виду из металлики вообще, в принципе, из металл-рок-музыки такой вот, да. И там очень много переборов, всеразличных скрипок вот этих там. Вообще оркестр играет, по идее. И что хочу сказать. Да, закрываешь прям глаза, одеваешь наушники, воображаешь себе там всё это дело, что ты находишься на концерте. И, знаете, сцена действительно находится там, где она должна быть. То есть звук в этих наушниках, он не приближает сцену, не удаляет. То есть прям именно там, где она должна находиться. Ну, как будто находишься действительно на концерте и слушаешь весь инструмент так, как положено. И что очень ещё интересно, что даже вот эти вот детали и тонкости слышно. В то же время бас такой объёмный, но он ни в коем случае не наслаивается на высокие частоты. Чем грешат дешёвые наушники. Даже когда по гитаре вот музыкант ведёт по струне, слышно все вот эти вот переборы, всё вот эти вот, ну, вот эти мелкие тонкие детали. Это очень круто. Очень круто, да. Детализированные наушники. Но, опять же, имейте в виду, они... Я больше чем уверен, что, естественно, я их ни в коем случае, ребята, не раскрыл. Я просто, так скажем, почувствовал их потенциал. Я просто почувствовал. Понятно, что дело, в полной мере я их абсолютно не раскрыл на каком-то китайском дешёвом смартфоне. Если на такой действительно хороший, профессиональный, не знаю, там вот эти плееры специальные, или там на каком-то компьютере, да, где можно всё это супер-пупер настроить, они, да, подразумевают дальнейшую тонкую настройку. Ну, уже, скажем, на любой вкус и цвет. Но даже здесь я побаловался немножко эквалайзерами, даже на телефоне. То есть, и то, этого достаточно понять их уже, так скажем, потенциал. Ну, о преимуществах таких наушников, я думаю, говорить много нечего. Единственное, конечно, их преимущество – это супер качественный звук. То, что они не требуют никакой зарядки, потому что всё подсоединяется по кабелю. Даже если вы в них будете играть, то у вас, во-первых, не будет никакой времени задержки в играх. Опять же, если вы подразумеваете в них играть. Вот, могу сказать, что я их уже даже убрал. Мои КЗ, мои любимые КЗ-З1. Ребят, всё, даже на один трек не вывозят. Ну, вот, это беда вот этих сыромых наушников, которые имеют аккумуляторы. Они очень быстро разряжаются, и в результате всё. Я вон их уже выбросил, потом в ящик забросил. Две минуты, и они садятся. Две минуты. Ну, уже смешно просто. Ладно, хоть раньше 10-15 минут, хоть успеешь, там, пару треков. Сейчас всё. Даже одного не хватает. Всё. Выкину. Хотя не сказать, что я ими прям там очень много пользовался, и, не знаю, гонял ими целыми сутками. Хотя они изначально-то особо долго не держали. Часа два с половиной. Наушники, безусловно, очень хорошие. И даже, когда готовился к этому видео, смотрел мнение других блогеров, что они о них думают, и прям поголовно все говорили, соотношение цена-качество – это самые лучшие наушники. По соотношению цена-качество – это лучшее, что можно взять. Поэтому, ну, надо опять же чётко понимать, да. Для профессионалов, для истинных любителей, ценителей, я не думаю, что за такие деньги кто-то просто какой-то обычный человек возьмёт, чтобы... Хотя кто знает. Чё я могу знать, ребята? У всех свои тараканы в голове. А уж у меня... Ладно. Всё. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok